На перекрестке близ завода отопительного оборудования, который давно имеет дурную репутацию среди автомобилистов, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В рейсовый Део врезался микроавтобус Тойота Ноа, в который на загородный киносеанс ехала молодая пара. Спутницу молодого водителя пришлось вытаскивать из автомобиля при помощи гидравлического инструмента. Сотрудникам МЧС на первом этапе спасательной операции была отведена ключевая роль. Нужно было предварительно аккуратно вытащить из сплющенной ударом машины девушку-пассажира. Попутно нужно было взломать капот иномарки, чтобы отключить аккумулятор. В противном случае пострадавшая рисковала сгореть заживо, ее бы попросту не успели освободить. Молодой водитель ни на шаг не отходит от своей знакомой, несмотря на то, что ему самому требуется помощь врачей. Ноги стоешь? Нога, большой палец и рука. Что делать? Ребята, я не знаю. Вскоре к месту событий прибывает спасательное звено. Подключив компрессор, дежурные начинают ломать покореженную панель. Травма у пострадавшей очевидна. Перелом бедра. Спасатели просят раненую закрыть глаза и не смотреть на их работу. Она может испытать еще больший шок. Медики в это время делают инъекцию, чтобы облегчить мучения горожанки. Залезешь сюда сейчас, голову держишь ей. Пока спасатели извлекали хабаровчанку из автомобиля, в машине ни от ложки врачи оказывали помощь водителю. Ему как минимум нужно было сделать перевязку руки. Авторюбитель объяснил, что до столкновения ехал по проспекту со стороны центра города, прямо в направлении Ильинки. Автобус двигался ему навстречу с левым поворотом на улицу Суворова. Передо мной машина, получается, проехала. Он остановился, я даже не затормазываю, проехал дальше, чтобы он меня в Питер пропускал. И тут смотрю, он поворачивает. Буквально он 15-20 метров за сюда. За рулем Део 104 маршрута сидел 58-летний мужчина. К рассказу второго участника событий он добавил свои детали. Я стоял вообще на красном свете, на светофоре. Зеленый загорелся, пропустил три или четыре машины, потом начал движение. Оттуда летит вот так лиховушка с дальним светом, она меня ослепила. Я уже поворачивался, я еще остановился. Притормозил, думаю, остановился. А оттуда я ее вообще не видел. Для оформления аварии потребовалось участие следователя из-за тяжести диагноза пострадавшей. Она сломала челюсть, нос и получила оскольчатый перелом тазобедренного сустава. Девушка вместе со своим приятелем направлялась в автокинотеатр. Это было их первое свидание. Микроавтобус молодой человек специально для этого одолжил у своего дедушки. Виновником, скорее всего, будет признан шофер автобуса. Несмотря на то, что за рулем мужчина провел более 30 лет. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анна Карпова и Павел Рогатин.